Депутаты практически единогласно проголосовали за новый знак отличия слава Астрахани. Медаль будут присуждать астраханцам различных профессий, от медицины, науки, культуры до промышленности. Медалью отметят и за проявленную храбрость в чрезвычайных ситуациях. Славой Астрахани может быть награжден даже школьник. Возраст получателей не ограничен. Вы согласитесь, наверное, со мной, что у нас действительно в Астрахани проживают уникальные люди, которые действительно заслуживают поощрений. Среди нас с вами живут очень много людей, которые совершают буквально подвиги, и мы про них слышим. И вот в канун 25-летия городской думы, которая будет осенью, я вышла с предложением инициировать появление в Астрахани новой медали, которую я предложила назвать «Слава Астрахани». 25-летие городского парламента состоится этой осенью. Тогда же станет известен первый список награждаемых. Номинантов будет утверждать специальная комиссия, в которую войдут председатели комитетов городской думы. Другое решение уже принято. Городские депутаты за то, чтобы освободить от занимаемой должности директора МУП Южная Андрея Денисова. Причина – неэффективная работа. Предприятие специализируется на аренде и продаже муниципальной недвижимости. От реализации зданий в 2017 году Южная заработала около 12 миллионов рублей. Из них только 250 тысяч перечислены в бюджет. В 2018 году доход снизился вдвое – 6 миллионов 200 тысяч. Но из них в городскую казну поступило уже 2,5 миллиона рублей. Аудиторы контрольно-счетной палаты провели ревизию предприятия и выявили явные нарушения. Премии к праздникам, юбилеям, материальная помощь и нецелесообразная покупка оргтехники и нового автомобиля. Муниципальная предприятия не относится доход в казну. Оно существует только для себя. Нужную набору вам, например, вы станете у решителя такого работника, который только ел ваш хлеб. Администрация города с замечаниями не согласна. В 2018 году комиссия проверяла МУП Южной 10 раз. В этом году – 4. Нарушений не выявлено. Но и работать предприятие не будет. Мы готовили предложение по ликвидации этого предприятия. Я тоже не вижу целесообразного содержания этого предприятия, как в той стиле, в которой оно находится. Поэтому в ближайшее время мы с таким предложением дома Астраханского города Астрахани не имеем. Судьба предприятия Южная уже решена, но ситуация с гражами не ясна. На территории города более 55 тысяч гражей. И только у 4600 владельцев оформлены документы на аренду земельного участка. Остальные – вне закона. В год бюджет недополучает около 165 миллионов рублей. Для примера, в 2017 году за аренду участков астраханцы заплатили лишь 2 миллиона рублей. Так получилось, что на протяжении трех лет я провел массу встреч с собственниками гаражей, которые говорят, я получил земельный участок в рамках договора аренды. Срок договора аренды истек. Дайте мне возможность переоформить. И я готов платить. Я понимаю, что пользуясь земельным участком, я должен платить за него. Но администрация города не может предоставить механизм. В планах у муниципалитетов взыскать долги за аренду. Также в этом году демонтируют более 800 гаражных конструкций. А это еще дополнительные затраты на работу спецтехники. Да и городские стоянки переполнены. Они заставлены незаконными гаражами, торговыми ларьками, рекламными билбордами и бесхозными авто. Городские депутаты предложили администрации альтернативное решение. Разработать схему расположения гаражей, выявить их владельцев и перезаключить договоры. Жанна Алиева, Тимофей Кухарчук, Центр новостей.